Утро на Болткоме Утро на Болткоме Утро на Болткоме Департамент Соединенных Штатов заполнен коммунистами, и имя сенатора появилось на полосах крупнейших газет, в результате началось маккартистское движение, и тоже, в общем, для Америки было такое испытание демократии. Ну, и поздравим британского актера Дома Хиддлстона, исполнитель роли Локи во вселенной кинематографической Марвел сегодня отмечает 40-летие, а 78 лет исполнилось актеру Джо Пеши, тому самому невезучему грабителю из фильма «Один дома», который пытался вломиться вот мокрый бандит, если помните, в дом к Макалею Калкину. Вот, собственно говоря, события, которые искали, календарные события, но, мне кажется, еще одно событие, которое сейчас и обсуждается, имеет большие тоже, ну, мне кажется, не то чтобы последствия, но которые мы будем обсуждать на протяжении этого часа, уже исполнилось полгода, полгода массовых протестов в Беларуси, уже эти шесть месяцев Беларусь живет в условиях такого политического кризиса, и продолжаются акции, выход на улицы, демонстрации, может быть, сейчас вот их численность несколько спала, ну, поскольку это связано и с пандемией ковида, и также все-таки с тем, что наступила зима, холодные такие условия, но, тем не менее, вот мы сегодня говорим о том, что происходит в Беларуси, что, какие протесты, какое будущее может быть у протестов в Беларуси, какие могут быть, ну, вот, отмечены успехи оппозиции и какие-то взгляды на развитие ситуации, и об этом мы говорим с представителем белорусской общины, с Ольгой Прокопьевой. Здравствуйте, доброе утро, Ольга. Здравствуйте, радиослушатели Болтком. Здравствуйте, Олег. Очень приятно, что вы меня пригласили, и очень приятно, что я могу лично рассказать и о своей истории, и о том, что происходит в Беларуси, потому что люди гораздо больше верят людям, чем СМИ. Ну, собственно, да, это информация из первых уст, и вот мы наблюдаем, что полгода продолжаются протестные движения, но, тем не менее, ну, если вот человек, скажем, следит в полглаза за новостной лентой, ему кажется, что это как будто бы, ну, буря в стакане воды, ну, вот, простите за такое сравнение, что, ну, да, вот, ну, люди повыходили, повыходили что-то, как результат, вот, есть ли какой-то результат протеста, потому что мы видим, что разгромлен практически был и координационный совет, и лидеры многих протестных движений или уехали за границу, или оказались в тюрьме, то есть, есть ли какое-то будущее, вот, потому что мы, ну, видим, что сейчас возникла какая-то пауза, как вот, не знаю, если возможно сравнение во время Первой мировой войны, когда вот две стороны, окопавшись в окопах, вот, стоят и не могут сдвинуться ни в одну, ни в другую сторону. Да, на Западном фронте бесперемен. Совершенно верно замечено, что сейчас какая-то такая пауза, потому что каждая из сторон как-то обдумывает, рефлексирует и собирает силы, но на данный момент, на данный момент можно сказать, что, конечно же, там, силовое преимущество, как по-прежнему, у репрессионной государственной машины, мало того, репрессионная машина, она сейчас стала гораздо более жесткой, об этом просто меньше здесь пишут, но уже если раньше людей брали, а всего 33 тысячи человек за все время прошло через тюрьмы. 33 тысячи человек, чтобы вы понимали, по сравнению с населением Латвии, ну, потому что у нас 9,5, а у вас 1,9 миллионов, да? Да, то это, что, если бы у вас через тюрьмы прошло 6 миллионов, 6 тысяч 670 человек, ну, вот, если сравнить, да? Вот, раньше давали просто административное правонарушение, это были сутки и штраф, ну, там, 7 суток, 14, кому-то больше, а то теперь, кто второй раз попадается, дают уголовное преступление, ну, и уже сроки некоторым вышли, там, очень знакомому IT-бизнесмену, там, 3 года дали за то, что он хлопнул рукой по машине милиции. Вот, то есть репрессии становятся жестче, и мы очень плавно идем в, ну, в 1937 год, вот, такими за полгода уже, вот, ну, как бы гораздо более стали жесткие наказания. И я, насколько знаю, стало, изменилось и законодательство теперь за просто вывешивание, например, белокрасного, белого флага на балконе можно тоже пострадать. Да, да, совершенно верно, сразу же придут и, ну, как минимум, оштрафуют. По школам ходят группы людей во главе с милицией и проводят беседы с детьми, что нельзя, там, шарики бело-красно-белые выпускать в небо. То есть вплоть до, ну, совершенно таких вот вещей происходят. И что будет дальше? Конечно же, все ждут весну, ждут весну, что, во-первых, станет более теплая погода и выходить станет немножко попроще, потому что зимой на самом деле тяжело, особенно людям пожилых. Вот, ну, и к тому же многие стали, ну, очень сильно бояться, но надеются, что весной санкции все-таки возымеют свое дело и будет хоть, ну, какой-то раскол среди силовиков, ну, и среди чиновников. Среди чиновников он уже идет, ну, вот, если вы слышали, вы, ну, услышали, там, преследует даже сам режим Лукашенко, преследует банкиров сейчас, очень их трясут, потому что, ну, как бы, наверное, денег не хватает. Вот, так что среди чиновников раскол идет, вот среди силовиков пока так нет. Вот скажите, какие все-таки вот рычаги давления оппозиции могут быть на официальный режим, поскольку мы видим, что, ну, самые последние события – это чемпионат мира по хоккею, которого лишился Минск, вот, ну, это как один из таких, ну, явных, очень наглядных, ну, вот, событий последнего времени. А какие еще могут быть, ну, вот, какие еще, вот, вы считаете, достижения могут быть зачислены вот оппозицией? Ну, для начала мы себя оппозицией не называем и не считаем, потому что у нас большинство, вот, ну, это так, о терминах. Ну, ну, действительно, можно сказать, что вот это большинство просто захватило военная хунта и удерживает власть. Вот, скорее, такое у нас восприятие. Успехи в том, ну, во-первых, санкционные, они все-таки, несмотря на то, что это действует не так, конечно, сильно, как хотелось бы, конечно, действуют также и антил, ну, лоббисты в том же Европарламенте, потому что у много бизнесов, у и бизнес-интересов, у режима здесь, в том числе и в странах Балтии. Вот, я надеюсь, журналистское расследование здесь и в Латвии тоже проведут, как проводят его в Литве, в Польше и в других странах. Вот, но все равно санкции действуют, потому что для многих кошельков Лукашенко, в том числе, и его таких бизнесов, так скажем, прикорытных, они все-таки бьют. Это первое. Второе, в любом случае, было достигнуто, ну, это даже не сколько там лидеров оппозиции, а сколько всего, это формирование гражданского общества. Ну, раньше государство делало все, чтобы оно не сформировалось, но так получилось, что оно консолидировалось, и люди стали другие. То есть возникли горизонтальные связи, чего не было вообще у нас, ну, просто от слова совсем. Я думаю, здесь вам даже непонятно, потому что у вас горизонтальные связи довольно сильные, я наблюдаю. Но у нас каждый сам по себе был. Ну, вот, скажите, а еще вот одно направление, я понимаю, действий, ну, я хотел вот сейчас опять сказать оппозиции, но вот противников режима, большинства, это фиксирование, я понимаю, нарушений прав человека, которые, ну, сейчас стараются максимально зафиксировать, и затем передать вот Европейский суд по делам прав человека для того, чтобы через этот механизм, ну, вот запустить целую сеть, серию судебных исков к государству. И вот могли бы вы прокомментировать вот эту сторону деятельности? Да, над этим и ведется работа, чтобы объявить наше и государство, и некоторая организация, как ОМОН, там, Кубопик еще есть такая, с террористическими, потому что они, собственно, такими и являются, и есть и признаки. Но это процесс очень длительный для того, чтобы это международное, признали суды, это, возможно, уйдет на это годы. И здесь, конечно, перед, так скажем, мировой и судебной, и правозащитной системой тоже, я думаю, такой челлендж стоит, потому что это происходит, все, что сейчас происходит в государстве в Европе, а не где-нибудь в Африке или в Южной Америке. И это не скрыть здесь, это все снимается на камеры, с телефонов, и тут же распространяется, ну, по миру. Это соседние страны, в том числе вот с Латвией и с другими. И, но реакция пока таких общественных, первозащитных организаций, судов или там международного суда, она очень слабая. Она, ну, для Беларуси вообще даже совершенно незаметная. Ну, тот, кто интересуется, интересуются все, очень внимательно следят за этим, разумеется. Ну, это, конечно, все очень медленно, все это очень, так скажем, со скрипом, и непонятно вообще, ну, как бы, признают ли наше государство террористическим. Ну, а в чем проблема? То есть зафиксированы, например, ну, вот факты, там, избиения, там, сняты, задокументированы. А что, в чем проблема, почему не признается? Ну, тут, я думаю, что в основном из-за того, из-за очень медленной системы судебной. Ну, это действительно, это правда, но, с другой стороны, говорят, что эти жернова крутятся медленно, но, как бы, неотвратимо, и здесь, ну, ничего не решается быстро. Будем надеяться, что они закрутятся гораздо быстрее, потому что пока они там крутятся, эти жернова, люди и судьбы вообще ломаются каждый день в Беларуси просто тысячами. 6-7-212-93-9, у нас есть звонок в прямой эфир. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Алло, доброе утро. Вы знаете, кругу моих друзей, знакомых, просто гордимся белорусским народом. Есть у меня белорусы знакомые, то же самое. Вы просто молодцы. Идеально. Ну, то есть, настолько вот это такой, ну, сделали, ну, бросок, выброс, свою защиту, защиту человеческого достоинства. Вопрос следующий. Вот в чем беда, и вы, очевидно, это понимаете. И это, к сожалению, беда. И это очень большая беда. Очень, очень, очень сожалею. Но я думаю, не отпустит этот кремлевский, кремлевский, кремлевский хагибист, дрезденский, немецкий, то есть Беларуси. Вот в чем беда. То есть, все равно делают вас со временем, ну, колонией российской. Я понял, да. Мне так кажется. Я понял вопрос. У нас просто не очень много времени. Вот можете ли вы прокомментировать, да, я к этому хотел сказать, что помощь, которую сейчас оказывает Россия, Беларусь, экономическую, она подразумевает все-таки и потерю независимых, вот, некоторую зависимость. Такой вариант развития событий возможен, потому что создаются фейковые партии, они сейчас пока пролукашенковские. Ну, возможно, также и создание, и там взросление пророссийской партии, не сомневаюсь, что там КГБ российское над этим работает, или ПСБ. Вот. Ну, я не думаю, что это будет силовой прямо захват. На это они вряд ли, ну, решатся. Вот одна из тоже новостей недавних о том, что по государственному телевидению Беларуси прошла информация о готовящемся запросе об экстрадиции бывшего претендента на пост белорусского президента Валерия Цепкала, который сейчас проживает в Латвии. И также уже вам запросили у Польши экстрадицию Степана Путила, основателя телеграм-канала, который, ну, для наших слушателей поясняю, через который происходила координация протестов. Вот. Как вы считаете позиция Польши-Латвии, насколько, ну, вот, будет непоколебима, насколько эти попытки с этой стороны зайти? Ну, я думаю, что, я очень надеюсь, что это будет, ну, как бы воспринято, во-первых, с юмором, потому что, ну, уже точно Валерия Цепкала, ну, никак нельзя обвинить в каком-то экстремизме. Это просто, ну, как бы смешно. Вот. А второе, если относиться к нашей теперешней, нынешней людям, кучке людей, захотившей власть, незаконным образом, не выигравшей выборы, если относиться к ним, ну, то есть, выдать этих людей, это значит, признать их легитимность. Но так как они нелегитимны, не выиграли выборы, Лукашенко не выиграл выборы и, соответственно, удерживаются только с помощью ОМОНа и с помощью, как бы, военной силы, то кому возвращать? Террористам? Захватившим власть в стране? Ну, вот такой ответ. Спасибо. Скажите, ваши вот личные все-таки впечатления, насколько вот ваши, ну, не знаю, ощущения в своей, не то что в своей правоте, но вот в каких, в том, насколько это возможно сдвинуть вот всю эту, казалось бы, машину, непробиваемую стену государственную, вот может ли человек, вот люди, которые идут на мирные протесты, потому что часто звучала все-таки мысль о том, что, а нет ли ошибки в том, что белорусы протестуют мирно, потому что, ну, в некоторых случаях именно, как бы, такой вооруженный протест, вооруженный конфликт вызывает больше реакции, больше... Ну, я участвовала до середины сентября, я была в Беларуси, потом я уехала, сбежала от режима сюда, в Латвию. Тогда, ну, казалось, в августе, что уже практически, ну, победа за нами. Ну, потом режим, значит, пересконсолидировался, и все-таки военной мощью, ну, по, ну, можно сказать, ну, вот к декабрю, наверное, погасил такую волну протестов, ну, потому что людям просто страшно было выходить, но теперь еще и погода мешает. Вот, ну, бывали случаи в истории, когда мирный протест побеждал, хотя бывали и обратные случаи, когда хунта очень долго удерживала власть, тот же Пиночет. Вот. Поэтому пока стопроцентно, так скажем, уверенности в том, что мирный протест в данном случае победит, сказать сложно. Почему? Мирный протест хорошо побеждает в тех странах, где все-таки диктатура не такая кровавая, где все-таки у власти находятся, да, авторитарные режимы, но не готовые там стрелять в женщин, стрелять там в стариков или инвалидов. Здесь мы видим, что власть готова пойти на такой шаг, такой совершенно античеловеческий шаг, просто, допустим, расстрелять, ну, людей. Поэтому борьба с такой диктатурой, конечно, гораздо сложнее, которая, у которой моральное право, допустим, расстрелять людей, ну, никакого не представляет, никакой моральной дилеммы. Вот. Поэтому стопроцентно сложно сказать, тем более действительно Россия поддерживает, и теперь, когда у них протесты, она тем более будет поддерживать Путин тоже свой же режим, потому что позволить, чтобы в соседней стране победил народ, ну, конечно, ему совершенно сейчас не хочется, чтобы показать пример своим демократическим силам, что вот, оказывается, так можно. Поэтому, ну, мы не сдаемся, мы все равно будем продолжать, потому что, если перестать, то это значит согласиться с тем, что просто, ну, как бы, мы просто подчиняемся этому режиму, и все. И это будет просто, ну, как вот, как овцы в стойле, там, которых просто стригут, которых просто используют как рабочую силу, и все. Ну, ну, как просто... Страна уже превращается в трудовой концлагерь, как и сталинский. Ну, надеюсь, что этого не произойдет. Спасибо большое. Ольга Прокопьева, представитель Белорусской общины, с нами была на прямой связи. Спасибо вам.